Здравствуйте, уважаемые телезрители! С воскресным днем, дорогие друзья! Завтра, 1 февраля, день памяти великого древнего подвижника, аскета и пустоножителя, преподобного Макария Египетского. Изначально в жизни будущего святого не было абсолютно никаких предпосылок к уединенной молитвенной жизни. В раннем возрасте, под влиянием родителей, Макарий женился и имел намерение вести обычную семейную жизнь. Однако, судя по дальнейшим событиям, у Бога были свои планы на этого юношу. Макарий рано овдовел, после чего начал глубоко и ревностно изучать священное писание, что в результате и взрастило в его душе пламенное желание всецело и безраздельно посвятить свою жизнь Богу. В результате своих многолетних аскетических подвигов, поста и молитвы, которые он изложил в своих духовных беседах, дошедших до наших дней, преподобный Макарий стал одним из столпов древнехристианской аскетики и одним из главнейших духовных ориентиров для христианского монашества на все последующие века. И сегодня, в начале нашего выпуска, мы подробно расскажем вам, уважаемые телезрители, о духовном пути к вершинам святости этого подлинного сосуда Божьей благодати преподобного Макария Египетского. Гость нашей студии – ключарь Свято-Покровского храма города Кировограда, протеерей Андрей Толубец. Иди, деда, молитву Своей, припаде, молитву Своей, припаде, молитву Своей, припаде. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сердечно поздравляю всех вас с воскресным днём! Завтра, 1 февраля, Святая Церковь будет прославлять одного из древних подвижников веры и благочестия, преподобного Макария Египетского, именуемого ещё великим за духовную мудрость и святость жизни. Родился святой в Египте около 301 года. Его родители звали Авраам и Сарра, которые так же, как и известные, тезименитые им ветхозаветные правоцы, долго были бездетны. О рождении Макария было предсказано отцу, ангелам, и при этом ангел прибавил, что на нём будет почивать Дух Святой и о многих приведёт к Богу. Когда Макарий достиг совершеннолетия, родители пожелали женить его. Макарий уступил настоянию родителей, но под видом болезни не касался жены своей и жил с ней, как с сестрой. Однако вскоре жена и родители Макария умерли, и он, раздав бедным всё своё имущество, удалился к некоему старцу в пустыню. Прожив три года в пустыне, святой пошёл к преподобному Антонию Великому, отцу египетского монашества, о котором слышал, ещё живя в миру. Святой Антоний с любовью принял Макария, который стал его преданным учеником и последователем. С ним преподобный Макарий жил долгое время, а затем по совету святого удалился в Скидскую пустыню, которая находилась в северо-западной части Египта, и там настолько просиял своими подвигами, что его стали называть юношей-старцем. Так как, едва достигнув 30-летнего возраста, он проявил себя духовно опытным, зрелым иноком. Много разных скорбей перенёс здесь молодой подвижник, но вскоре вокруг него поселилось много желавших подвязаться под его руководством. Сооружён был храм, и святой Макарий в возрасте 40 лет был рукоположен во пресвитера. За свою великую подвижническую жизнь святой Макарий получил дар чудотворения, прозорливости, изгнание бесов и даже воскрешал мёртвых. История сохранила чудесный случай из жития святого, повествующий, как однажды преподобный Макарий разговаривал с черепом главного языческого жреца, который давно уже умер, и рассказывал о своих мучениях в аду. «В другой раз Макарий услышал голос. Ты не сравнялся добродетельностью жизни с двумя женщинами, которые живут вместе в ближнем городе. Макарий пошёл и отыскал женщин. «Расскажите, как вы живёте?» — спросил их святой Макарий. И женщины рассказали, что они жёны двух родных братьев, живут вместе 15 лет и живут так, что никогда не ссорились между собой и не сказали обидного слова одна другой. Они также поведали, что просили мужей отпустить их в монастырь, но те не согласились, и поэтому женщины дали обет не произносить ни одного мирского слова до смерти. Выслушав рассказ, святой старец сказал, «Поистине везде и всякому можно спастись, и Бог поможет. Было бы только желание спасения». Однажды святой Макарий заставил в своей келье вора. Святой не подал виду, что он есть хозяин, но помог вору брать вещи и даже проводил его, сказав себе, «Ничего я не принёс в этот мир, ничего я не возьму». Прожив долгую жизнь, святой Макарий умер в 391 году в возрасте около 90 лет. 60 лет провёл святой Макарий в мёртвой для мира пустыне. Свой обильный подвижнический опыт преподобный запечатлел в глубоких богословских творениях. 50 бесед и 7 подвижнических слов остались драгоценным наследием духовной мудрости преподобного Макария Великого. «Высшее благо и цель человека — соединение души с Богом». Вот основная мысль в творениях преподобного Макария. Иногда приходится слышать, что человеку, который ушёл в пустыню или в лес, побороть свои страсти гораздо легче. Он не видит соблазнов, не общается с людьми, а только молится в тишине и тем самым спасается. Но из житий многих святых, в том числе и преподобного Макария Египетского, нам известно, что в пустыне или ином уединённом месте человек восходит на совершенно иной уровень борьбы с бесами. Как именно проходят там борения подвижников с вражескими силами один на один, мы, находящиеся в миру, даже не представляем. И лишь частично мы это можем узнать из тех свидетельств житий святых, которые до нас дошли. Но в конечном счёте цель у всех одна, и у монахов, и у мирян — это спасение, вечная жизнь с Богом. Только пути к этому могут вести разные. Вообще, что такое монашеское пустыножительство, современный человек плохо представляет и не понимает. Зачем уходить от людей? Почему нужно претерпевать мучения физические и духовные в одиночестве? Зачем нужно молиться в безлюдье, если можно это делать в храме? И этому есть своё объяснение. Дело в том, что в совершенном одиночестве голос Бога более слышен и ценой лишений и духовной борьбы происходит непосредственное молитвенное общение с Богом. Показателен случай в истории науки, когда один учёный, чтобы написать этимологический словарь, закрылся на два года от всего мира. Только тогда он мог что-то сделать. Никто ничего не мог сделать великого, если он не отдавал всех своих сил только на это дело и не отрекался от всего прочего. Если человек хочет быть совершенным, ему нужно отречься от всего настолько, насколько он может. И тогда настолько же он приобретает возможность совершенствоваться. Вот почему иноки уходили в затворы, пустыни, уединения. Известный современный богослов Алексей Ильич Осипов приводит интересную аналогию. Он называет подвижников, отрёкшихся от мира, оранжерейными цветками. Ведь, как известно, в оранжереях цветы пышные, никогда таких не вырастить на свежем воздухе. Отшельники создавали себе также исключительные, идеальные условия для духовной жизни. Поэтому они и достигали многого, что нам не под силу. В миру мы не можем достичь того, чтобы любить всех одинаково или тем более любить врагов своих. Мы можем справедливо относиться к врагу, мы любим их умом, но чтобы полюбить всем сердцем, этого не можем. А святые обретали такую любовь ко всему и ко всем, и это было достоянием их души. Каждый, кто хоть однажды был влюблён, знает это необыкновенное состояние души, когда всё готов отдать ради спасения любимого человека. И вот правильная христианская жизнь при особых условиях приносит вот такие потрясающие плоды духа подвижнику. Однако не нужно думать, будто монашество духовно выше семейной жизни или семейная жизнь выше монашества. Каждому предложен свой путь. Преподобный Макарий Египетский, которого называли земным богом, был послан поучиться у двух замужних женщин и, нужно признаться, ушёл действительно наученным. Преподобному Антонию Великому, учителю преподобного Макария, пришлось учиться аскетике у бедного сапожника в Александрии. Поэтому мы не знаем, какой путь духовно выше. Просто монашество даёт возможность человеку раскрыть свои духовные возможности без суеты. Важно понять, что любой человек, где бы он ни жил, в пустыне или в современном городе, способен на то же, если осознает, что он подвержен страстям и искренне захочет победить их в себе. Однако делает это он не столько своими собственными силами, так как их недостаточно, а с Божьей помощью и с помощью того, что даёт нам Церковь. В первую очередь нам помогает таинство покаяния и причащения, благочестивая мирная жизнь в согласии со Словом Божиим. И в нашей мирской жизни мы должны настолько, насколько это возможно, стремиться жить по совести, по Евангелию. И если научимся жить так, стараясь во всех жизненных ситуациях поступать по-христиански, не привязываться всем сердцем к земным вещам, но стремиться прежде всего к общению с Богом, этого будет вполне достаточно до достижения цели, которой стремились все подвижники веры и благочестия, в том числе и преподобный Макарий Великий, блаженной вечной жизни в Царстве Небесном. Макарий Великий, 1 февраля Православная Церковь чтит память преподобного Макария Великого Египетского. Верующие знают Макария как щедрого благотворителя. Однажды он застал в своей келье вора, нагружавшего вещи настоящего у ворот осла. Преподобный стал молча помогать ему увязывать поклажу, а отпустив с миром, сказал себе, «Мы ничего не внесли в этот мир, и ясно, что ничего не можем и унести отсюда». Эти слова стали крылатыми. Преподобный Макарий Египетский родился в селении Птинокор в Нижнем Египте в семье священника. До его рождения родителям было открыто, что он будет жилищем Святого Духа, ибо в ангельском образе будет жить на земле. После смерти родителей Макарий раздал бедным все свое имущество и удалился в пустыню. Он так рано достиг духовной мудрости, что его стали называть юношей-старцем. Макарий говорил, «Худое слово и добрых делает худыми, а слово доброе и худых делает добрыми». Слава о нем распространилась далеко вокруг, и к нему потянулись паломники за чудесным исцелением, святой молитвой и советом. Известен случай, когда один юноша, собиравшийся стать монахом, спросил его, «Как мне спастись?» Преподобный послал его на кладбище и велел сначала ругать, а потом хвалить мертвых. Когда юноша вернулся, отец Макарий спросил его, «Что отвечали ему мертвые?» «Они ничего не отвечали ни на похвалу, ни на порицание», – сказал юноша. «Так и ты», – отвечал старец. «Если хочешь спастись, не думай ни об обидах, ни о славе людской. Никого не осуждай, никого не обижай, и спасешься». Подвигами и трудами преподобному Макарию удалось достичь такой духовной высоты, что он обрел дар чудотворения. Однажды он даже воскресил мертвого, чтобы доказать еретикам бессмертие человеческой души. 60 лет провел святой Макарий в пустыне, не переставая молиться, каяться и трудиться. В наследство людям преподобный Макарий Великий оставил 50 бесед и 7 подвижнических слов. Суть его поучений в том, что высшее благо и цель человека – единение души с Богом. Свой ответ дает преподобный и на вопрос, как достичь этого священного единения. Макарий Великий стал основателем общежительного монашества. Монастырь, основанный им, действует и поныне. Снаружи он похож на средневековый замок, высокие стены и узкий вход. Внутри монастыря – оазис. Вдоль стены – монашеские кельи, которые в настоящее время населяют 100 монахов. В старинном храме монастыря находится часть мощей святого пророка и крестителя Иоанна, а также мощи трех Макариев – преподобного Макария Великого, преподобного Макария Александрийского и святителя Макария, епископа Египетского. Умер преподобный Макарий Великий в 391 году в возрасте около 90 лет. Но деяния и духовное наследие святого всегда будут с верующими христианами. Святая Церковь включила в вечерние и утренние молитвы подвижнические молитвы преподобного Макария Великого. Святая Церковь Что говорит Священное Писание о таком пагубном и разрушительном социальном явлении, как взяточничество? В Священном Писании Нового Завета, а именно в Первом Послании апостола Павла к Тимофею, есть известные всем слова о пагубности такой страсти, которая на языке православной аскетики именуется сребролюбием. «Корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». И вот точно так же, как сребролюбие, как мы увидели из Священного Писания, является корнем всякого зла для каждого отдельного человека, точно так же взяточничество и коррупция являются источником неистребимого зла для любого государства и любой общности людей. Кто-то может сказать, что это якобы не та тема, на которую должен обращать свое внимание христианский проповедник, что нужно возвысить свой ум к Богу и проповедовать о Царстве Божьем, а не о земных предметах и явлениях и так далее. Но если допустить справедливость вот такой мысли, то в таком случае мы вынуждены будем признать, что и большинство ветхозаветных праведников, а именно пророков Божьих, тоже были неправы, ибо они, ничего и никого не боясь, активно обличали, как мы сейчас увидим, такое явление, которое мы сегодня называем взяточничеством и подкупом должностных лиц. И вот именно к их обличительному пророческому голосу я предлагаю вам прислушаться сегодня. Ветхозаветный пророк Аввакум в первой главе своей библейской книги с горечью восклицает, «Закон потерял силу, и суда правильного нет. Так как нечестивый одолевает праведного, то и суд происходит превратный». О том же самом сказано и в ветхозаветной книге притчи Соломона, где говорится следующее «Нечестивый берет подарок из пазухи, чтобы извратить пути правосудия». То есть, по словам и Аввакума, и автора книги притчи, которым по церковной традиции считается царь Соломон, суд превращается в насмешку над подлинным правосудием, тогда, когда сильные мира сего сильны и над тем, чтобы напрямую влиять на суд, чтобы тот выносил то или иное удобное и выгодное им решение. Идем далее. Пророк Михей в своей библейской книге сетует на наличие той же проблемы уже в его время. Цитата. «Не стало милосердных на земле, нет правдивых между людьми. Все строят оковы, чтобы проливать кровь, каждый ставит брату своему сеть. Руки их обращены к тому, чтобы уметь делать зло. «Начальник требует подарков, и судья судит за взятки, а вельможи высказывают злые хотения души своей и извращают дело». Разве эти слова не являются грозным приговором в судебной системе того времени? И разве эти слова древнего пророка не актуальны в нашем современном обществе? Пусть каждый из вас, дорогие телезрители, сам даст ответ на этот вопрос. Господь Бог устами великого пророка Исаии говорит следующее слово. «Князья твои, законопреступники и сообщники воров, все они любят подарки и гоняются за мздой, не защищают сироты, и дело вдовы не доходит до них». То есть те судебные дела, которые касаются защиты нужд обездоленных людей, представителей самой незащищенной социальной группы, то есть вдов и сирот, такие дела не являются приоритетом для судей и отнюдь не привлекают их внимание. Почему? Ответ прост. Потому что с этой социальной категорией людей попросту нечего взять. Однако никому не стоит обольщаться. Коррупционер и взяточник, конечно же, может на краткое время обеспечить себя достатком и материальным благополучием за счет щедрых подношений, подарков и взяток. Однако в долгосрочной перспективе ничего хорошего его не ждет. Ибо Господь однозначно и недвусмысленно обещает, цитата из пророка Исаии, «Горе тем, которые за подарки оправдывают виновного, и праведных лишают законного». И, как показывает история, возмездие еще в этой жизни очень часто настигает тех, кто пренебрегает подобными предупреждениями от Бога, насмехаясь над грозными увещаниями и живя так, как если бы Бога не было вовсе. Кроме уже приведенных цитат из Священного Писания, существует целое множество других библейских текстов на эту тему. Например, сыновья пророка Самуила, ставшие судьями. После того, как Самуил состарился, цитата, «сыновья его не ходили путями его, а уклонились в корысть и брали подарки, и судили превратно». Волхв, то есть волшебник по имени Симон, имел намерение, видимо, по привычке, за взятку получить от апостолов Иисуса Христа дар Святого Духа. Но апостол Петр достаточно резко пресек эту инициативу и твердо ответил Симону, «Серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Нет тебе в этом части и жребия, ибо сердце твое неправедно перед Богом. Итак, покайся в этом грехе твоем и молись Богу. Может быть, отпустится тебе помысел сердца твоего». Отметим для себя, что Симон еще ничего не совершил, но имел только намерение, как сказано в тексте, помысел дать взятку. Тем не менее, по мнению апостолов, он уже самими помыслами об этом тяжко согрешил перед Богом. В конце концов, именно по сути за взятку в 30 сребреников Иуда предал Христа и тем самым совершил одно из величайших злодеяний в истории человечества. И поэтому всем нам необходимо прийти к глубокому пониманию того, что все попытки построить как свое собственное благополучие, так и будущее всей страны, не отказавшись от такого скорбного явления, как коррупция, обречены на провал. Это ржавчина, разъедающая все социальные структуры и институты, в которые она проникает. И это смертоносный яд, который отравляет все изначально благие намерения и инициативы. Судья, который верит в Бога, должен осуществлять свою непосредственную деятельность, всегда помня о Христе, как о праведном и нелицемерном судье, который некогда придет беспристрастно и объективно судить весь род человеческий. И именно с него каждый представитель сферы юриспруденции обязан брать пример. Учитель в школе или преподаватель в вузе должен всегда иметь для себя примером нашего главного учителя Иисуса из Назарета, который не только оставил после себя сумму теоретических знаний о своем высоком моральном учении, но и показал всем нам пример богоугодной жизни. Представители медицинской сферы, считающие себя верующими людьми, должны всегда помнить о Христе, как о выдающемся враче и целителе, который многих исцелил от болезней и недугов и от злых духов, не требуя при этом, что важно, никакого финансового вознаграждения или материальной благодарности. Говоря иными словами, все мы, в какой бы сфере общественной жизни мы не осуществляли свою деятельность, должны провозглашать и, главное, воплощать в своей жизни радикально иные принципы, чем те, к которым привык жить окружающий нас мир. Но даже если кто-то из нас тем или иным образом участвовал в коррупции, брал или давал взятки, а это более чем вероятно, то мы должны осознать, что подобные действия абсолютно никаким образом не соотносятся, как мы увидели, с Божьим законом и в корне противоречат библейским морально-этическим принципам. Но, несмотря ни на что, никому из нас никогда не поздно с крепкой надеждой и незыблемой верой обратиться к Богу с просьбой о Его милости, снисхождении и прощении. Ибо, как пишет пророк Иеремия, милосердие его не истощилось, оно обновляется каждое утро. Из жития преподобного Макалия Египетского, главного героя нашего выпуска, известно, что благодаря своему глубокому исследованию Священного Писания и деятельному воплощению всего написанного в своей жизни, ему удалось стяжать глубокую мудрость и подлинный духовный опыт в весьма молодом возрасте. В житиях святых святителю Дмитрия Ростовского сказано, что преподобный Макарий так просиял подвигами и столь преуспел в иноческой жизни, что превосходил многих братьев и получил от них название «юноша-старец», так как, несмотря на молодость свою, обнаружил вполне старческую жизнь. И это очень важная мысль. И вот почему. В наше время многие верующие люди искренне считают, что чем старше тот или иной представитель духовенства, например, тем он якобы мудрей по определению. Однако это весьма поверхностный и духовно опасный подход. Как известно из Священного Писания, мудрейший царь Соломон на старости лет лишился своей мудрости, изменил единому Богу и просто-напросто впал в язычество. И наоборот, Дева Мария стала достойной принять в свою причистую утробу самого Сына Божьего, когда ей было всего лишь около 15 лет. Кроме того, великий псалмопевец и пророк Давид в своем известном 118-м псалме обращает к Богу следующие слова. «Я сведущ более старцев, ибо повеления твои храню», говорит он Богу, то есть заповеди Божьи. Поэтому, дорогие друзья, никогда не стоит обольщаться чьими-то сединами и преклонным возрастом, как если бы это уже само собой гарантировало что-либо. Можно прожить всю жизнь, но так ни в чем и не разобраться. А можно и в достаточно молодом возрасте быть облагодетельствованным от Бога мудростью, рассудительностью и познанием воли Божьей, как это и произошло с великим христианским святым, преподобным Макарием Египетским. Всего вам доброго, дорогие братья и сестры! До новых встреч в эфире, уважаемые телезрители! Редактор субтитров А.Семкин